есть вопрос не стоит о деньгах продолжали бы вы заниматься тем чем вы занимаетесь сейчас как тогда это все превратить в поклонение а люди в семье это кто это дети наши вот беремся с брата пример 8 детей это круто открывает мне ноутбук и показывает свой финансовый план своей семьи на тысячу лет я посмотрел на свой счет сбербанк я не понял что могу жить до конца света если это конец света произойдет в понедельник до следующего он говорит брат это же целый бахрей но если мы сейчас ничего не будем делать то как как тогда 780 миллионов долларов ежемесячный бюджет просто скинулись по 100 долларов ваши дети внуки и правнуки если вы правильно выстроите иерархию вашего семейного капитала именно так как я сказал люди знание время и только потом деньги вы слышали историю про лотерею выиграл 100 миллионов долларов через полгода через год он на том же самом месте саляму алейкум варахматуллахи в баракату уважаемые братья и сестры бисмиллях хамду лиллях я во первых хочу поблагодарить искренне компанию золотой сундук за то что приглашаете на такие классные мероприятия уже чувствую себя командой вашей командой на самом деле хотел бы сказать вам что те знания которые братья несут аль-хамду лилля по всему миру будет тогда они бесценны ко мне каждый день обращаются предприниматели бизнесмены простые люди кто-то теряет деньги мошенников кто-то теряет друзей из-за вот эти как раз договоров неправильно составленных и на самом деле это бесценное знание пожалуйста не пренебрегайте знаниями до знания за нами ходить не будут нам надо ходить за знаниями поэтому при любой возможности во-первых себе говорю во вторых вам при любой возможности старайтесь ходить за знаниями как за шарятскими так и за предпринимательскими у меня первый вопрос к вам кто работает в найме руки поднимать пожалуйста у кого бизнес а кто не понимает в чем занимаетесь самый занятый это тоже предприниматель давайте так договоримся зачем вы это делаете ради идеи я не слышу ради идеи ходим на работу делаем бизнес ради идеи у кого также по моему по моему сестра лукави ну давайте поактивнее для чего делаем бизнес или ходим на работу заработок риск да который нам аллах предупредил но чтобы получить нам что-то делал хорошо а а а деньги для чего нам же деньги не нужны да эти бумажки либо циферки на счетах для чего деньги нужны реализовывать свои цели реализовывать свои цели еще просто кушать да чтобы было дома еще путешествовать братья тут активнее давайте еще еще радовать помогать радовать помогать благодарить заниматься еще для довольств Аллах для довольств Аллаха алхамдулля следующий вопрос есть вопрос не стоит о деньгах продолжали бы вы заниматься тем чем вы занимаетесь сейчас только по чесноку нет да а чем вы занимаетесь остеопатическая техника остеопатическая техника то есть вам нравится помогать людям чтобы они становились здоровее так миссия кто ну смотри я не спрашиваю чем вы занимаетесь я спросил о том если вот вы представьте утром встали и денег навалом некуда девать вы пошли бы на свою работу или в тот же самый бизнес который у вас сейчас есть честно я нет джазак аллахар я вам рекомендую братья и сестры периодически задавать себе этот вопрос вот просто как-то остановиться там перед там тахачудом или перед утренним намазом или поздно вечером просто одному остаться и задавать себе этот вопрос очень полезная практика очень полезная она поможет вам делать какие-то конструктивно важные изменения в ваших действиях ежедневных для того чтобы вы старались в правильное направление идти почему я об этом говорю потому что большинство людей к сожалению ходят на нелюбимую работу занимаются не тем делом которые вдохновляют а вот эти вопросы они помогут иншаллах выбрать правильную дорогу дальше вопрос для чего мы созданы для поклонения для поклонения я создал людей для того чтобы поклонялись мне а как мы сможем поклоняться да то есть выполнять основную функцию Всевышнего Творца ходя на нелюбимую работу или делая то что нам не нравится получится лень получается без удовлетворения да работаем зарабатываем но без вдохновения тем более если еще работали бизнес забирает 24 часа в сутки такое бывает да правда у кого бывает у меня тоже такое было когда-то и последний пока вот в этом блоке вопрос как тогда это все превратить в поклонение я хочу сегодня об этом к вам поговорить готовы да хорошо моя сегодня тема семейный капитал семейный капитал это тема это моя любимая тема на самом деле но я редко про нее говорю семейный капитал кто слышал такое словосочетание вообще когда-нибудь где у вас это почему то кроме меня никто не говорит пожалуйста после сегодняшнего дня вы обязаны об этом говорить в первую очередь где у вас дома в семье семейный капитал кто что поджимает под этим скажите пожалуйста не стесняйтесь совместно это имущество бюджет семьи распределение семейных потребностей обязанностей еще взгляд на будущий капитал ну кто знает не подсказывает вы же знаете да приумножение обязанностей средств еще какие-то активы недвижимость бизнесы так хорошо давайте сегодня об этом поговорим так ну здесь коротко будет обо мне я Кумар Мухаммедзианов предприниматель с 1996 года на фондовом рынке инвестирую с 2005 года с 2012 года живу на дивидендный пассивный доход альхамдулиля по милости Аллаха с 2010 являюсь финансовым советником то есть помогаю людям инвестировать в ценные бумаги и в другие активы не только в акции пять лет назад альхамдулиля основал онлайн школу промиллион этичных инвестиций это первая в СНГ школа которая обучает людей инвестированию и финансовой грамотности и отец у меня четверо детей три сына и дочка у кого больше? ну не стесняйтесь это же круто альхамдулиля сколько? маршала давайте я не просто вам задал вопрос что такое семейный капитал как вы думаете что же все таки является основным ресурсом семейного капитала первое самое главное основной ресурс это люди а люди в семье это кто? это дети наши на втором месте знания компетенции профессии связи третье прочитали уже? время время да но скорее всего не думали об этом еще один риск еще? здоровье здоровье входит во второй знание о том как быть здоровым знание о том как воспитывать детей чтобы они были здоровыми знание о том как кормить детей чтобы они не болели да? согласны? это второй пункт то есть четыре основных пункта остальные нюансы входят вот в эти четыре и четвертое четвертое это да имущество деньги недвижимость как вы сказали да бизнесы активы в общем то вот все в совокупности про людей хочу обязательно остановиться сейчас по каждой да люди семья наша с вами семья кто слышал про коэффициент 2.2 можешь сказать брат что это такое коэффициент 2.2 грубо говоря должно быть в семье не менее трех детей чтобы у вас вероятность того чтобы семья ну не закончила свою жизнь да? была очень маленькой чем больше тем меньше вероятность окончания рода поэтому вот беремся с брата пример восемь восемь детей это круто аминь а кто слышал понятие сложный процент сложный процент слышали да? сложный процент слышали что такое? я к чему веду когда я летел в 2011 году первый раз когда я полетел в Штаты на обучение летел из Нью-Йорка в Остин со мной рядом сидел дядька пожилой он мне спрашивает ты что откуда куда летишь я говорю ну из России учиться чему учиться я говорю инвестиции финансовые планирования он говорит крутая тема открывать мне ноутбук и показывать свой финансовый план своей семьи на тысячу лет я говорит посмотрел на свой счет в Сибербанке и не понял что могу жить до конца света если этот конец света произойдет в понедельник до следующего планировать не запрещено наоборот планировать нужно дорогие братья и проблема у нас в том что планировать то не планируют люди не планируют свои финансы не планируют свои действия не планируют свои шаги свои поклонения поэтому это очень важно и так сложный процент в нашей семье вот у меня четверо детей я их сажал посадил за стол во время ужина сегодня же сажаете своих детей и говорите если у вас четверо да вы говорите каждому даю задание минимум пять внуков понимаете о чем речь понимаете на первом поколении второе поколение 20 внуков должны тоже по пять это уже сто дальше 500 2 500 дальше 12 500 62 500 312 500 Миллион пятьсот шестьдесят два пятьсот И семь Как раз я как тот дядька, который Со мной летел Семь миллионов восемьсот двенадцать пятьсот Это на десятом поколении всего Это даже не тысячу лет Вы же понимаете, это прекрасно, да? Я вам очень рекомендую Запланировать вот эту вот таблицу Очень рекомендую Потому что это основной ресурс Вашего семейного капитала Потому что Проблема всего общества В том числе и нас, мусульман В том, что мы не заглядываем За нашу жизнь Я вас спросил, а как превратить Все это в поклонение А как сделать так, чтобы поклонение Наше не прекратилось После нашей смерти Вы же все прекрасно знаете Вот Какие вопросы здесь есть? Как, да? Или нет вопроса? Хорошо, идем к следующему ресурсу Капитал Именно к капиталу Когда у вас Перенесемся в будущее Десятое поколение У вас 7 миллионов 800 тысяч Семья Скорее всего без вас, конечно Без нас, да? Но Это ваша семья И если вы не начнете сегодня Кто начнет? Если мы сегодня не начнем Кто за нас начнет? Когда мы Вот с Хасаном учились На школе Исламского бизнеса В 19-м году Я как раз первый раз Об этом рассказывал Об этой идее Там брат сидел В комиссии В экзаменационной Он был с Бахрейна Он говорит Брат, это же целый Бахрейн 7 миллионов 800 человек Может быть тогда как раз было Количество людей в Бахрейне Итак Когда есть такого количества людей Про имущество Даже говорить смешно Почему? Потому что Допустим Каждый месяц Каждый член семьи Откладывает какие-то небольшие деньги 10% В семейный фонд Допустим 100 долларов Да? Семейный фонд Инвестирует эти деньги В качественные активы У нас есть Мударова Мушарака Фонд растет Семья пользуется Только дивидендами Только прибылью От Работы фонда Не трогая Сам фонд Саму Курицу Это Вакф Принцип работы Вакфа Или по западному Эндаумен Да? Курицу Не трогаем Кушаем Только яйца Имущество Не трогаем А пользуемся Только дивидендами Чтобы фонд Постоянно Рос Чтобы Следующее поколение Пользовались Чтобы дальше Продолжался Род Поглонение Сады Каджария Если вы сейчас Это начнете С намерением Что это будет Сады Каджария Для вас Это будет Иншаллах Если будет На то воле Аллаха Конечно Да? Но если мы сейчас Ничего не будем делать То Как? Как тогда? Мы же прекрасно С вами знаем Будучи в Мекке В Медине Мы видим гостиницы Которые построены На средства Вакфа Еще со времен Сподвижников Это наш пример Хороший пример Есть и не очень Хороший пример Но они есть Рокфеллеры Ротшильды Барухи И так далее И так далее Это тоже не какая-то Фантастика Или внеземная Цивилизация Это простые люди Просто они Когда-то начали Но у нас Свои цели Правда? И надо Чтобы было Надо просто Начать Я вот сказал Если 100 долларов Каждый член семьи Будет Вкладывать В семейный бюджет То Ваш Ежемесячный Семейный бюджет Будет 780 миллионов долларов Вашей семьи На 10-м поколении 780 миллионов долларов Ежемесячный бюджет Просто скинулись По 100 долларов Ваши дети Внуки И правнуки Что можно сделать На 780 миллионов долларов Ежемесячно Сколько можно Людей отправить в хадж Сколько можно Издать книг Сколько можно Построить мечети Медресе Вылечить больных Накормить голодных И это все Иншаллах Будет записываться вам Если вы Правильно выстроите Иерархию Вашего семейного капитала Именно так Как я сказал Люди Знания Время И только потом Деньги Потому что Если вы без знаний Передадите деньги То Всякое бывает Правда? И основная проблема Преемственности Поколения Какая Я уже начал Об этом говорить Вы наверное Догадываетесь Какая основная проблема Отсутствие знаний Отсутствие Передачи знаний Проблема каждого Четвертого поколения Есть такая Статистика Наверное даже Например Наши дедушки Бабушки Тяжело работали Грубо говоря Там На колхозном На картофельном поле Постарались Дать Своим детям Какое-то образование Те получили образование Создали Какой-то капитал Передали его Детям А те Разбазарили И четвертое поколение Опять на картофельном поле Почему? Потому что Мало передать Деньги Этого недостаточно Если людям Попадают Деньги Без знаний Что происходит? Вы слышали Наверное Историю Про Лотерею Выиграл 100 миллионов долларов Через полгода Через год Он на том же самом месте Поэтому Если вы Передавать будете Ресурсы Имущество Без знаний Без концепции Без Ваших целей Это Может Быстро Закончиться Именно Вот этот Комплекс Семейных Ценностей Ваша задача Создать Вечный Семейный Экономический Двигатель Дальше Вопрос Как объединить Долгосрочное Планирование Это же Непростая Задача Согласитесь То есть Вы сейчас Приедете Домой Вам нужно Донести До вашей семьи То что я Сейчас говорю Во первых Это вам Заходит Нравится Это логично Это же Правильно Это же Нужно нам Это во первых Нам нужно Хоть мы Проживем Там 67 лет Но нам Нужно Чтобы дальше Нам записывать Благие дела Как Получается Объединить Вот эту Долгосрочную Очень Долгосрочную Стратегию И Передачу Активов Я здесь Нашел Одну цитату Джона Адамса Второго Президента США Давайте Откром Я должен Изучать Политику И военное Дело Чтобы Мои Сыновья Могли Изучать Математику И философию Мои Сыновья Должны Изучать Математику И философию Географию И Естествознание Кораблестроение И навигационное Дело Коммерцию И сельское Хозяйство Чтобы Их дети Могли Изучать Живопись Поэзию Музыку Архитектуру Или скульптуру Понимаете Да Я сейчас Не говорю Про Конкретику То что Вот нужно Именно так Но Логика Понятна Да Кто-то Какое-то поколение Очень тяжело Работает На Прямо Руками Ногами Все же Они стараются Чтобы дети Так не работали Я не думаю Что Александр Сергеевич Написал бы Такие замечательные Стихи Если бы ему Приходилось Кирпой махать До этого До этого Значит Что-то Было Сделано Правильно И нам Тоже Нужно Сделать Так Во-первых Чтобы Дети Могли Выйти На новый Уровень Знаний Компетенции Связи Профессии А дальше Чтобы Это не прекращалось Прогресс Чтобы Не прекращался Хорошо Итак Какие вопросы У вас Станут В процессе В процессе Создания Семейного Капитала Как Передать Состояние Чтобы оно Стимулировало Развитие И открывало Новые возможности Перед вашими Детьми Перед нашими Детьми Как передать Состояние Чтобы дети Научились Эффективно Управлять Этими Средствами Которые Вы Тяжелым Трудом Заработали Как Передать Состояние Чтобы защитить Тех Кто не может Позаботиться О себе А такие Дуже будут Семья Правильно Во-первых По здоровью Во-вторых Дай Аллах Чтобы в каждой Семье Возникали Требующие Знания Которые Не думали О заработке А занимались Поиском Знаний И Передачей Этих знаний Шарианских Я имею ввиду В первую очередь Цитату Помните Адамса То есть Из поколения В поколение Должно Расти Должен Расти Уровень Мышления Должен Расти Уровень Осознанности Вашего Семьи Вашей Семьи И всего Вашего Семейного Капитала Капитала В принципе Задача Не сложная Если вы Поймете Суть И сможете Грамотно Это все Передавать Детям Нужно Сделать Нашими Главными Приоритетами Финансовую Обеспеченность Наших Детей И внуков Не сейчас А на заслуженном Удохе На пенсии Чтобы они Во-первых Не избаловались Чтобы не разбазарили Ваши капиталы И в-третьих Чтобы Они Долго жили Много рожали И не Беспокоились О том Что будет У них На пенсии Понимаете Да Этим самым Мы даем Им свободу Свободу Без страха Идти на Предпринимательские Риски При управлении Семейным Капиталом Кто-то Должен Управлять Свободу Заняться Делом Которое Их по-настоящему Заряжает А не просто Он ходит На работу Что должен Или делает Бизнес Который Мне не нравится Они смогут Заниматься Религией Медициной Искусством Или преподаванием Если будет Вот так вот Выставлена Эта система Понятно Говорю Хорошо